Слава Богу, братья и сестры! Благодарение Богу, что мы можем быть в Доме Божьем и слушать Слово Божье. Когда был карантин, то когда позвонишь людям из церкви, то вот как вот я хочу быть в Доме Господнем. Слава Богу, что сегодня мы есть в Доме Господнем. Не знаю, сколько нам Господь еще даст это время, но надо дорожить и ценить каждой минутой, каждым собранием, которое у нас есть, правда же? Потому что мы понимаем, мы ощущаем это, когда мы теряем что-то, правда же? Мы ценим, начинаем дорожить, когда уже этого нет, а когда есть, бывает, не ценим. Поэтому очень важно дорожить и ценить тем, что мы имеем, и каждым служением, которое при лицом Господнем. Я хотел бы немножко продолжить вот эту тему, которую я прошлую среду говорил, про голос Божий. Я там сказал, что еще не до конца ее раскрыл, ну так я понимаю. И пару таких моментов я хотел бы напомнить нам, что работа Духа Божьего, работа Духа Святого, она направлена на то, чтобы привести нас к взаимоотношениям с Иисусом Христом. Направлена работа Божья такая. И там, помните, мы читали места из Писания про доброго пастыря и признак овец Христовых какой? Мы читали, признаки, четыре признака. Слышат его голос, слышат голос пастыря, да? Господь знает их. Господь знает их. Я приводил то место из Писания, когда, помните, в конце придут к Иисусу и скажут, вот на улицах наших учил ты, да, именем твоим там то делали то, а он скажет, я никогда не знал вас. А здесь говорит, Господь знает их. И я когда рассуждал, то думал, как это никогда не знал вас? Но Господь же знает все, правда ж? Господь же знает все, но не знал их в определенном качестве. Не знал их, как овец Христовых. Не знал их, как учеников. Они были, да, эти люди, они есть. Но как ученики я не знал вас. Как овцы мои я не знал вас. Потому что овцы мои, они слушаются голосом. А там они творили, написано, вы, там Иисус говорит, вы делали волю свою. Творили волю свою. Господь знает их. Третий момент. Идут за ним. И четвертый момент. За чужим не идут. Вот характеристика, по которой мы можем сверять и свое состояние, свое положение пред Богом. Насколько я иду за Господом. Насколько я слышу голос пастыря. Насколько я желаю для того, чтобы, и прилагаю все старания и усилия для того, чтобы Господь говорил к моему сердцу. И чтобы я был послушен голосу Духа Святого, голосу моему пастыря. И есть две причины. Ну, есть причина, по которому, вот мы читали в Новом Завете, по которой Иисус Христос говорит, почему они имеют уши, но не слышат. Потому что написано, огрубело сердце их. Причина греха, причина гордость. На другом месте написано мятежный дом. Причина такая. Бывает так, что Слово Божье посеется, но терни выросли, написано, и заглушило. Бывает, Слово мы какое-то услышим, но заглушает что-то наши какие-то житейские заботы и так дальше. И это Слово, оно не имеет какое-то действие в нас. А бывает просто враг приходит и похищает, еще даже оно только упало. Поэтому, как важно бодрствовать над своим сердцем, как важно хранить свое сердце, потому что написано из него что? Источники жизни. Если мы храним сердце свое и открываем его, это сердце, для действий Духа Святого, для действий Божьего, и закрываем это сердце, когда враг приходит, когда сомнения какие-то, еще мысли приходят не от Духа Божьего, то тогда мы будем видеть в своей жизни прекрасные результаты, и те обетования Божьи, которые Господь оставил нам в Слове Своем, они будут работать в нашей жизни. Они будут работать в нашей жизни. И там одно из таких обетований для тех овец, которые Господни, не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки. Если я иду за Господом, если я слушаю своего голоса, есть стопроцентное обетование. Никто не похитит из руки. А бывает так, что, знаете, мы есть, как вот сегодня было сказано, да, за этот, межи, да, за, есть Божья межа. Бог для Словия Своем определил нам какие-то, да, рамки, определил какие-то вот заповеди свои, которые являются для нас как бы сберегающим таким фактором, да. Если я выхожу за рамки, как вот из загона овца вышла и убежала где-то, да. Если ты находишься там, где пастор тебя определил, да, вот в этом месте безопасном, да, то будет все хорошо. Но если ты самовольно где-то за эту территорию убегаешь и идешь дальше, то, ну, кто виноват? То там могут постигать разные вещи. Но и то пастор добрый, он идет и ищет. И то, даже если наша вина, даже если мы виноваты, но наш пастор настолько добрый, что он оставляет 99, которые сейчас в хорошем состоянии, в хорошем месте и идет за тою одной. Помните, Иисус Христос ради одного человека даже переправился через озеро, да, это или море там, и прибыл в страну Гадаринскую. Сегодня кто-то из нас бы, наверное, этого посчитал бы человека. Ну, люди, мы есть люди, пропащим этого человека. И что ради него куда-то еще и плыть, напрягать усилия, стараться. Это еще и шторм, может быть, и что хочешь. Да что я, ну, хай там себе уже этот человек погибает. Ну, сам виноват. Докатился до такой жизни. Ну, есть, так говорят, сам виноват, да. Но, тем не менее, Иисус переплыл, совершил работу Божью, да. И написано в конце, когда он уже сидел, написано, он сидел в здравом уме, одет, и все было с ним хорошо. И он потом еще благовествовал. Вот это работа Духа Святого, вот это работа Божья. И Бог по-разному, Он говорит в сердце, Он говорит человеку по-разному. Есть несколько таких моментов, но вот один такой момент я читал, и мы рассуждали, я хотел бы его напомнить. Даже два. Первый момент. А соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом. Когда я пребываю в этих тесных близких отношениях, то все мои чувства, все мои какие-то, может быть, промышления, они начинают подходить под стандарт Божий. И я становлюсь более и более в единстве с Богом и с Духом Божиим. И второй момент. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Когда мы слышим, да, и слышим Слово Божье, то вера наша, она возрастает. И третий момент. Бог производит в нас хотение и действие по своему благовлению. Вот не знаю, как у вас, но у меня такое бывало. Когда сердце открыто, когда ты открыт, мы сегодня с братом, я был у одного брата на посещении, рассуждали об этом. Когда ты открыт, доступен для действия Божьего 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Господи, вот я храню себя, я хожу по Слову, по заповедям Господним, и я открыт, то в нужный момент Бог обязательно проговорит. Бог обязательно Дух Святой наполнит, когда нужно для какого-то действия и так дальше. В нужный момент. Но когда я открыт, когда я открыт для этого. У меня случай такой один был. Я помню, иду на работу, и с самого утра-то как-то по-разному бывает. Бывает, что день начинается не с молитвы, а с чего-то другого, и день вот так вот проходит. Потому что есть то, что на первом месте нужно делать, а есть то, что дальше. Бывает такой, встал в суете, побежал, и день так в суете прошел. А когда утром встал, помолился, прочитал Слово Божье, да, настроился, Господи, я с Тобой иду, да, хотя иду на работу, но Ты, Боже, я хочу, чтобы Ты шел впереди, чтобы Ты благословил. То оно так и устроение происходит. Я помню, шел на работу как-то, в офисе там работал, и иду, а там надо было от метро еще пешком идти, иду и пою псалом какой-то. Вот из наших русского сборника пою псалом. И тут раз такая мысль приходит, причем такая четкая, и от этой мысли наполнилось сердце таким, такой радостью и миром. И там было, как бы, указание или повеление, эта мысль не моя, я об этом не думал абсолютно. Вот не думал я об этом. Я шелся, я пел псалом, но сердце мое было, ну, в таком состоянии, открытом состоянии. И Господь раз, и я такой раз начал размышлять над этим мыслью, Боже, если это Тебя проговори еще раз, еще раз эта мысль пришла. Причем так, и я почувствовал такое, знаете, умиротворение, радость. И если я поступлю по то, что было сказано, то будет благословение. А потом прошел еще 10 шов, и пришли сомнения, а подлинно не сказал Бог. Знаете, как оно бывает. Ну, Бог тебе сказал, подтверждение ты получил, а враг, он же тут же не дремит, написано, что он приходит и похищает слово, если мы не бодрствуем. И тут же приходит, а вот от Бога, не от Бога. И знаете, сомнения такие пришли. А потом я вечером с братом с одним встретился, и говорю, вот так и так мне пришла такая мысль. Он говорит, разве, говорит, дьявол хочет, чтобы ты так поступил? Побыл в посте, например. Ну, там была мысль за пост, и нужно было взять пост за определенную там нужду определенную. Ну, это разве плоть твоя хочет, чтобы ты побыл в посте? Нет. А дьявол хочет, чтобы ты побыл в посте? За то, за то, например, за единство, за еще что-то. Конечно, нет. Так от кого эта мысль? Ну, конечно же, от Бога. Но она изначально была от Бога, просто знаете, как оно бывает. Потом Бог говорит, а потом могут приходить сомнения. То вот это вот Бог производит восхотяние действия по своему благоволению, когда мы действительно доступны, когда мы храним себя и открыты для действия Божьего. И также написано, вот, в Исаии, интересное такое место, я читал в прошлый раз, но хотел бы еще буквально чуть-чуть прочитать. Это Исаии 11 глава. Опять же, за действие Духа Божьего. «И почиет на нем Дух Господень». Это говорится о Христе. Но так же самое Дух Святой дан сегодня нам, правда же? Дух Святой дан сегодня нам. Просто у каждого есть определенное служение, на которое Дух Святой направляет. У Христа была своя миссия и свое служение для спасения нашей души. У нас поменьше намного вновь свое, которое Дух Святой нас направляет. И написано, «Дух Господень – Дух премудрости, разума, совета и крепости, Дух ведения и благочестия». Вот, как бы, чему Дух Святой, как бы, учит и наставляет. Он – Дух премудрости, раскрывает Слово Божие, Дух Совета, да, дает какой-то определенный совет в той ситуации, в которой ты не можешь поступить. И ты чувствуешь, что если этот совет, и никогда этот совет не будет противоречить Духу и тексту Слова Божьего, который нам оставлен, никогда не будет противоречить. Если мы сверим, возьмем, как лекал, сверим, да, там может быть конкретный совет, но, в общем, он не противоречит Слову Божьему. И Дух крепости, Дух ведения, да, очень много, допустим, четыре я вижу из этих всех пунктов, четыре говорится вот о разуме, да, о премудрости, о совете, о ведении. То есть говорится на сфере такой, что вот для нашего разума, для нашего Духа, да. И написано дальше, и страхом Господнем исполнится, и вот сегодня так тоже с братом размышляли. И что такое страх Господень? И будет судить не по взгляду очей своих, и не по слуху ушей своих решать дела. Помните, Самуил пришел, Бог сказал, пойди, помажу на царя. Пришел, и по взгляду очей. О, верно, этот будет. А Говорит, нет. И все подходили, и только последний Давид, вот его помажь. Потому что Господь смотрит, мы смотрим на лицо, Господь смотрит на сердце. Но когда страхом Господнем исполнится, тоже Духом Святым, Духом премудрости, да, то не по взгляду очей, не по слуху у чей, ушей будет решать дела, и будет судить бедных по правде, дела страдали с землей решать по истине, и жезлом у своих, ну, и так дальше, то есть мы видим, какие результаты это производит. И интересный еще такой момент, я хотел бы заметить, что голос Божий, он всегда нежный, мягкий, и как бы такой, как вот подсказывает, дает такую, как в форме, ну, чаще всего, в форме такой, как подсказывает, дает какой-то совет, да, направление. Но выбор за нас мы не будем делать Дух Святой. Выбор делаем мы, люди. Он может дать нам, вот, сделай так и так, направление, дать нам какой-то совет, дать нам какой-то вот ответ на какую-то нужду, но если мы не поступим по этому, правда, но никакого результата не будет. Но если мы послушаемся, там написано, опция Мэй слушаются, слышат и слушаются, то есть послушны. Если мы послушаем и как бы испытаем в этом, да, послушаем, то в следующий раз нам будет легче какие-то такие моменты, и Бог будет учить, и больше, и больше открываться, и больше, и больше мы будем познавать Его и слышать Его голос. Но когда раз не послушал, другой раз не послушал, оно где-то угошается, 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 и потом, а что, я не слышу голос Божий. То нужно иногда, может быть, подумать, может быть, Бог говорил, а я угошал, может быть, Бог говорил, а я не обращал внимания. Помни, как забавный певец сказал, и как те пришли к Еремии, ну что скажет Господь, идти нам в Негипет или нет. Хорошо, помолился, не идите. А, не Бог, взяли, его забрали и пошли. Потом там свои. Когда так поступаешь, то, конечно, но Дух Святой не будет, вот он написан на утешитель, он Дух нежный, он не будет так, как вот дьявол. Дьявол, он написан, пришел украсть, убить и погубить. Вот его назначение. И волк расхищает овец. Вот это вот назначение. То там любые захватнические способы подавить разум, подавить волю, подавить чувства. Дух Святой не так. Дух Святой, все стоят у двери и стучат. Открывает человек, послушается, идет благословение дальше. Идет благословение дальше. Сатана порабощает, а Дух Святой написано, познайте истину, и истина сделает вас свободными. Господь никогда, Он дает свободу, Он даже вот в Эдемском саду сегодня об этом говорилось, да, одно только дерево поставил. И то это было из любви к человеку, чтобы был у человека выбор, дать ему свободу, это выбор. Но если по справедливости, если бы так можно было сказать, да, 50% деревьев таких, Бог сказал, запрещаю, а 50% то тоже как-то можно. А тут из всего множества деревьев какое-то одно дерево. Вот одно оно. А там ешь вот любовь, и пожалуйста, пользуйся. Но сатана обольстил, и имеем сегодня результат. То лучше быть в присутствии Божьем, чем ходить на аудиенцию с сатаной, правда, чем слушать его речи и так дальше. Для этого нужно знать голос Божий, для этого нужно практиковать свои жизни. И я приводил этот пример, я буквально еще так немножко приводил этот пример своей жизни, но я запомнил это на всю свою жизнь, этот момент. Когда было служение здесь, и у меня такое было чувство, вот как вот помните, Еремий, встань и сойди в дом горшечника. Вот у меня было такое чувство, вот идет служение, воскресное служение, как помню, как сейчас, проповеди, все, я слушал все, а потом вот так вот встань и пойди вниз. Ну вот ни с того, ни с сего. Я пошел вниз, вот сюда, пошел вниз, и там проходит урок в воскресной школе. И тема у них была голос Божий. Как слышать голос Божий? Я открыл, говорю, можно что-то в этот класс. В других классах были другие темы, я не знаю, какие. Но вот в этот класс, вот в этот класс надо было зайти мне. И учительница, которая там, она, я так заглянул, они там проводят этот урок. И три момента я вынес для себя. На детском уровне, вот кто-то говорит, воскресная школа, она не нужна. Нужна воскресная школа, потому что на детском уровне, на том, которым им доступно, им сказать слово, а благодатствовал нас возлюбленным, они не поймут. Да даже им взрослые не всегда понимают это слово. А им на том уровне, на тех примерах, которые они могут понимать, и они это воспринимают. И вот я почему это говорю, две учительницы там было, старшая, ну именно старшая, потому как она ведет урок. И она говорит, кто хочет мне помочь в этом уроке? Ну, один мальчик поднял руку, вызвался, говорит, я хочу. Я приводил этот пример раньше, просто я для нашего напоминания, и он просто у меня вот в сердце так резцом раз, и я всегда этот пример вспоминаю для себя. Говорит, мальчик один, говорит, хочу я. Хорошо. Выходи. Он вышел наперед, говорит, вот сейчас мы будем сделать так. Завязали ему глаза, завязали ему глаза, и дает такое задание. Говорит, ты сможешь, вот кто-то будет говорить слово, любое из учеников, а ты сможешь угадать, кто это? Он говорит, конечно смогу. Ну, такой, знаете, твердой уверенность, все такое, все, конечно смогу. Хорошо. Завязали глаза, там покрутили, не знаю, еще там что-то, все, давай. Там где-то в данном углу девочка что-то, раз, там пару слов. Он говорит, это Катя. Нет, это Оксана. В удивлении, ну так, глаз не завязан, не видишь. Нет. Потом другой раз, там, это, а, это Катя Максим, говорит. Нет, это Андрей. Он еще больше, ну, как бы на слух, это же совсем другое восприятие. И так он несколько раз, и все время не угадывал. Такой сначала, знаете, твердый в вере, а потом как-то уже так к концу. А потом один мальчик, один мальчик, сказал слово, он говорит, так это же Николай, точно Николай. А говорит, дети, а вы знаете, почему он его узнал? Потому что это его самый лучший друг. Потому что это его самый лучший друг. Он с ним проводит много времени в общении, больше, чем с другими, ну, с другими вами, правда? С вами пришел один урок, час и все. А с ним, с этим мальчиком, он встречается и вне церкви, может быть, и общается, и там филбол играют, и какие-то, может быть, друг другу делятся чем-то. Это его друг. Это его друг. Да я думаю, так и в нашей жизни, так и в нашей жизни. Если у нас есть близкие отношения с Богом, если мы стремимся к этим близким отношениям с Богом через общение, через личное общение. Вот я прошлый раз приводил пример такой, или, ну, свои такие размышления, что в Ветхом Завете Дух Святой, Он сходил на определенных людей для определенной цели, не на всех, как сегодня, ну, кто принял Суса Христа, кто родился свыше, не на всех, а сегодня на всех, то в Новом Завете я не встречал, может быть, я так исследовал Писание, но я не встречал, чтобы в Новом Завете обращались к пророку. В Ветхом Завете да, но в Новом Завете я не вижу, чтобы побежали к пророку и спросили, какая воля Господня. Нету. Нет. Есть служение, есть служение пророческое, оно было, и мы читаем об этом в Диане, оно было на своем месте. Вот давайте мы почитаем. В Антиохе и в тамошней церкви, это 13 глава, 1 стих, были некоторые пророки и учители, Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луцик, Иринианин, и Манаил, совоспитанник Ирода, четвертоластника, и Савл. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал, не сказано, сказал пророк там Михаил, пророк тот-то, опять же, чтобы слава не была человеку, Дух Святой сказал, отделите мне Варнаву и Савла на дело, которое я призвал их. Тогда они совершили пост и молитву и возложили на них руки, отпустили их. Сии, быв посланы Духом Святым, пришли и так дальше. То есть, когда я имею личные отношения с человеком, не через посредника, не передай тому, что вот я вот так и так, передай тому, а тут передай обратно и передатчик может быть, как мы говорили в детстве, передатчик или не работает, или может быть, что-то не так передает нам, не услышал, не допонял и испорченный телефон получил. А когда напрямую я и Господь, я и Дух Божий, то эти отношения, они более близкие, они более тесные, они более зрелые, эти отношения, когда личные отношения с Богом. И к этому призывает нас Господь, не к тому, что пророчествующие или пророки, они на своем месте, и если нужно, то Дух Святой, если они в правильном положении, то Дух Святой побудет, они придут и скажут. Вот это правильно. Это по Слову Господне. Поэтому, пускай Бог благословит нас, чтобы действительно мы искали этих близких отношений. И есть некоторые условия, я уже об одном сказал условии, чтобы постараться так, чтобы Иисус стал нашим другом. А написано в Писании как? Вы, друзья мои, если исполняете заповеди мои. То есть, посмотреть, Господи, если я хочу быть другом Божьим, то исполняю ли я заповеди Божьи? Теперь дальше второй момент. Написано в Писании, в притчах 4 глава, 20 стих. «Сын мой, словам моим внимай и кричам твоим преклони ухо твое». Трудно услышать голос Божий, когда ты, знаете, занят суетой такой, ведь, знаете, в них настроен, даже Елисею было трудно, когда он, позовите гуслица, чтобы сердце успокоилось, то есть, пришел мир. Когда я вот в этом всем пребываю, слушаю какие-то новости, какие-то там видео смотрю, какие-то 5G там, мировое правительство, еще куча всяких вещей, занята голова, как я слышу голос Божий? Но когда я пребываю в Слове Божьем и внимаю, знаете, это такое усиленное, чем просто слушать, это внимаю, я превращаю слух, я слушаю Господи, что ты хочешь мне сказать? Все голоса отметают в сторону Господи, что ты хочешь мне сказать? Я слышал о тех людях, которые, знаете, есть такие канатоходцы, которые на большой высоте, они, бывает, и без страховки ходят по вот этим вот канатам натянутым, даже вот очень большие здания. И он свидетельствовал об этом, что ты не пройдешь по этому канату, если ты не отрешишься от всего в этот момент, и перед тобой будет только вот та вот цель, которая должна прийти. Там внизу кто что делает, там еще где-то что-то, если только ты, это все, ты будешь падать сразу. А когда ты вперед, у тебя есть этот вот, ну как для равновесия, этот джезл, и ты идешь, и только, и это, говорит, это оттачивается, настраивается тоже не с первого раза. Новичок, он не сможет сразу, он будет падать. Нужна страховка. А тот, так и тут. И второй момент, который я тоже, это тоже я услышал в этой воскресной школе. Второй пример. Завязывают глаза этому мальчику и второй раз. И говорит, слушай то, что я буду тебе говорить, и выполняй. А заранее было договорено с детьми, а в это время вы делаете, что хотите. И вот только она сказала, давай. И она говорила обычным, не шепотом, и не кричала, обычным, таким, как мы говорим. А там такой, дети начали кричать, шуметь, все, все, все. И он начал теряться, то те кричат, то те, а он должен был сядь на том месте, где он был поставлен. И так, и сяк. А потом он настроился внимательно, потом он свое сердце и ухо настроил, и он постепенно, и он услышал все слова, которые ему сказала учительница. И он повторил и сделал. Так и в нашей жизни. Внимай слова мои, внимай, настрой свое сердце. Все то, что другое, то, что отвлекает, то, что мешает, оставь. Настрой сердце. И Бог начнет говорить в тишине, в тихом веянии, да, начнет говорить. И еще такой момент есть в притчах, 22 глава, 17 стих. «Преклони ухо твое и слушай слова мудрых и сердце твое обрати к моему знанию». К моему знанию. И я сделал из этого места такой простой вывод, что нужно внимать или же слушать только его. Разве мало голосов? Есть голос плоти, есть голос людей, есть голос этого мира, есть голос дьявола, и есть голос Божий. И снова этому мальчику завязывают глаза и говорят, учительница, слушай, что я тебе буду говорить и выполняй. И так там было так все интересно построено. Я для себя смотрел, думаю, ну как так они все это сделали. Говорит, слушай и выполняй. И вот он стоит, глаза закрыты, все, и говорит, сделай три шага вперед. Он раз сделал. Ну, на доверии. Сделай три шага, сделал. Сделай шаг в сторону, сделал. И потом у этой первой учительницы резко зазвонил телефон, кто-то позвонил. Она, ой, ой, сейчас я пойду, а ты давай, ну вторая там была. Давай, ты дальше продолжай, я пойду там поговорю. Хорошо. Пошла, поговорила, а та вторая говорит, ну давай дальше. Три шага вперед, два назад, три в сторону, и он раз, так легонечко головой об стенку, бух. Ну так, чуть-чуть, слегка. Говорит, а что же вы мне сказали? Что же вы мне, вы мне сказали, чтобы слушать вас, а вы мне привели к тому, что я немножко так, ну не сильно я видел. Раз головой стукнулся. А тебе учительница так сказала, что ты слушал только ее. Только ее. Она ушла, стой, и ничего не делай. Не важно, другая, третья придет, четвертая. Только ее. понял, уразумел. Думаю, Господи, вот так и в нашей жизни, я вспоминаю того, Илью, пророка. Бог сказал, пойди, скройся у потока харафа. По прошествии времени поток что сделал? Высох. Ну, логически подумать, что нужно делать? Ну, хочется пить, хочется это, иди, ищи другое. А там промежуток времени, и потом он, Илья не стал бежать, искать другой поток, еще что-то. Он встал, Господи, что скажешь ты? А Бог говорит, встань, пойди в Савет Пусидонскую. И между этим, встань, пойди, и я думаю, какое-то время прошло. Я думаю, какое-то время прошло. Это мы так главу, раз, а там время прошло. Поэтому только его. И еще один момент, последний, тоже точно последний сейчас момент, ну, для сегодняшнего дня, что способствует для того, чтобы мы слышали голос Божий. Написано в Луки, 10 глава, 21 стих, написаны такие слова. В тот час возрадовался Духом Иисус и сказал, славлю Тебя, Отче Господи, небо и земли, и что Ты утаил сие от мудрых и разумных в глазах своих, можно так сказать. Настолько уже мудрых, утаил, и дальше говорит, но открыл младенцем. Ей, Отче, ибо таково было Твое благовление. Младенцем, как здесь, в этом месте, младенцем, это прообраз смирения, прообраз умоления, прообраз, чтобы быть меньшим. И когда написано в Писании, что я смиряюсь, то Бог что дает? Благодать. Я смиряюсь, а гордым Бог, что противится. Разве может такой человек что-то услышать или получать. Но написано, гордого узнает издали даже. Поэтому вот смирение, и там есть псалом, и хор такой псалом поет. Придите, преклонимся и припадем, преклоним колено пред лицом Господнем. Придите, преклонимся и припадем. В смирении, Господи, мы хотим идти за тобой, мы хотим знать голос Твой. Поэтому пусть Бог благословит каждого из нас, чтобы мы знали голос Божий, чтобы мы стремились к тому, чтобы познавать Господа, чтобы Иисус Христос стал нашим другом, чтобы мы были каковцы Его, и шли за Ним. Он знал нас и ввел нас. Говорит, даже Дориной Смертной Тени, если будет проводить, то твой жезл и твой посох, они успокаивают, потому что пастырь рядом. Пастырь защитит, пастырь приведет. И еще один результат, как результат, когда Бог говорит, когда Бог говорит, как индикатор такой, и довладычествует в сердцах ваших мир Божий. Даже в трудных обстоятельствах. Боже, как мне поступить? Господь раз сказал слово, пришел мир. Несмотря на то, что кругом бушует, приходит мир Божий. Пускай Бог благословит каждого из нас, сейчас Брат Саша будет молиться за нужды, мы еще помолимся за нужды, чтобы действительно мы знали, разумели и слышали голос Божий. Ему за все слава. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok